Тема кудрявые волосы продолжается. Вот она, я какая умная. Hi everyone, с вами Ева Лорман, я автор и ведущий этого канала, который посвящен красоте. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, а мы летс говушки, друзья. Следующий пунктик, и еще огромная, большая просто ошибка злоупотреблять термообработкой. Плойками, утюжками, даже слово злоупотреблять здесь не совсем уместно. Вот именно для таких волос, для пушистых волос, это нельзя просто делать. Это очень вредно для обычных волос, а для пушистых волос это вообще катастрофа. И еще одна фишка. Многие думают, что перед утюжком, нанеся какое-нибудь защитное средство, мы таки дарим вторую жизнь нашим волосам. А фиг, вы угадали. С этими средствами вообще надо быть мега аккуратными. Там есть свои правила. Это выбор температур воздействия по конкретному составу. Иначе после нанесения их и работы на очень высоких температурах, недопустимых, например, для конкретного именно типа защиты. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Я про спреи говорю. Когда мы работаем утюжком или феном, полиплойкой, часто мы обрабатываем волосы и думаем, что вот она, я какая умная. Вот про вот эти средства я и говорю. Так вот, несовпадение этого средства с высокой температурой приведет только к тому, что мы просто сварим кератин в наших волосах. Вы знаете, что при обработке любых волос специальными защитными средствами перед плойкой или утюжком, работая на высоких температурах этими инструментами, в волосах мы варим просто холодец. Да, да, да. А теперь представьте себе, как этот состав может кипеть отдельно от нашего кератина. Никак. Они потом вместе закипают и вместе кристаллизуются. В итоге спрей, который мы нанесли, он замечательно впаивается в волосы, а кератин, который находится в волосах, он варится в этот момент. Блюдо из кератина. Для неокрашенных волос или волос, которые не проходили серьезную химическую обработку, это суперосветляющими сериями или же порошками, такие воздействия, конечно, не так катастрофичны. В силу их толщины, то есть нормальные волосы имеют достаточно большую толщину, ну, образно говоря, конечно. Там, конечно, наномиллиметры, но если эти волосы сравнивать с тонкими, кудрявыми, пушистыми волосами, то эти волосы очень сильные по сравнению с этими кудрявыми, пушистыми волосами. Потому, как я вам уже говорила, что по теории в этих волосах либо нет вообще сердцевины, либо она там очень маленькая. То есть эти волосы изначально очень слабые. И когда мы работаем на этих волосах специальными термическими средствами, то волос получает, в принципе, ожог, разрушение кератина. Там кутикула также будет не очень сильная. И ее мы повреждаем, мы вторгаемся в глубину волоса, там все хри... варится. Если глубоко копать, то кератин разрушается даже от воздействия на него очень высоких температур, от 60 градусов. А в плойке мы сколько градусов обычно выставляем? Самые минимальные, это 110 градусов. В утюжке та же самая система. А при кератиновом выпрямлении вообще на каких температурах работает мастер? На 200 и выше. И чем выше там будет температура, тем лучше, конечно же, запаяться все эти составы. Я не спорю, это вообще отдельная тема. Но в данной ситуации, работая с тонкими, вьющимися, кудрявыми волосами, их нужно холить или леять. На них нельзя воздействовать никакими термическими средствами в плане плоек или утюжков. И никакие спреи не защитят вам структуру вашего волоса, потому что это нереально абсолютно. Все производители, в принципе, указывают всю эту информацию, просто мы никогда ее не читаем. Часто они пишут, что этот спрей для того, чтобы его наносить перед работой, например, утюжком или плойкой. Хорошо, но также он там указывает, какими температурами максимальными можно работать на этом средстве. И максимальная температура, это не говорит о том, что именно ее надо выставлять. Это говорит о том, что именно эту температуру он хоть как-то переживет, а после повышения уже этой температуры все сварится. Такой будет бульон из кератина и силиконов. Поэтому, когда я читаю комментарии, например, кто-нибудь пишет. У меня вот такие волосы, прям вот по самые пятки. И вот я всегда делаю себе кератинное выпрямление волос. Или там я всегда выпрямляю себе волосы утюжком каждый день. Я без этого жить не могу. Я никогда не выйду на улицу, если я не выпрямлю волосы утюжком. Я даже мусор не вынесу. Да бога ради. Это личное дело каждого. Это говорит о чем? Это говорит лишь о том, что у данного человека просто-напросто толстые волосы. Они вот бревно по сравнению, например, с этими же пушистыми вьющимися волосами. Даже по сравнению с нормальными волосами они тоже как бревно. Потому что, чтобы убить эти волосы, надо действительно еще хорошо постараться. Чем, в принципе, человек и занимается. Но он не достигает еще этого результата. В принципе, у него все еще хорошо. И он пока еще счастливый и радостный. Но со временем все равно он добьется таки этого результата. Все-таки кутикула когда-нибудь сгорит. И кератин начнет вариться. И это зелье вылезет в виде секущихся концов, отваливающихся волос. Казалось бы, а что я такого делаю? Утюжком просто поработала чуть-чуть и все. И я уже предвижу резонный вопрос. А что тогда делать? Перед утюжком нельзя пользоваться этими спреями? Перед плойкой нельзя пользоваться этими спреями? Можно? Ну, очень осторожно. То есть, ни в коем случае нельзя работать на высоких температурах по этим даже спреям. Наличие этого спрея на наших волосах не дает нам никакого права обжигать волосы, думая, что там какая-то защита. Ни один спрей не способен защитить волосы от очень высокой температуры. Зато теперь есть сравнение, если у нормальных волос есть проблемы, если нормальные волосы начинают отваливаться от температур утюжка или плойки. Что можно говорить про тонкие, вьющиеся или кудрявые волосы? Нет, я никого не пугаю. Я просто констатирую факты. И никогда не поверю в то, что если вдруг у кого-то тонкие волосы и утюжком человек каждый день завивает себе кудри или выпрямляет волосы, и у него с этими волосами ничего не происходит, вот в это я никогда не поверю. А то многие думают, что защитные спреи это все, что в жизни надо. Еще раз всех вас благодарю за потрясающий комментарий. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, а я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye everyone! С вами была Ева Лорман и до встречи в новых видео! Субтитры подогнал «Симон»!